Жители деревни Суханово горько шутят до массового мора рыбы в местном пруду и не представляли, что ее в нем так много. В минувшие выходные они заметили, что у воды появилось множество чаек. После прогулки я пришел домой, зашел к дяде в гости, сказал ему, говорю, что вот так и так, вот столько чаек. Он говорит, ну, наверное, там рыба умрет. После чего мы с ним пошли и действительно увидели, что очень много мертвой рыбы. Ведром можно было зачерпывать спокойно. Сначала она, знаете, как часто-часто дышала воздухом, а потом начала умирать и всплывать кверху. Жители утверждают, что сточные воды, облезлежащих новостроек, загрязняя Сухановский пруд и речку Гвоздянку, далеко не в первый раз. Но такие катастрофические последствия видят впервые. Самое страшное, что у нас колодцы находятся на уровне пруда. И мы боимся, что в колодцах вода тоже уже стала у нас непригодной к питью. Поэтому мы просим, чтобы нам сделали сейчас анализ этой воды и можно ли ее пить. Сейчас почти вся погибшая рыба уже вылаблена. Представители администрации и надзорных органов побывали на очистных сооружениях. А также осмотрели точку сброса воды из них в реку Гвоздянку в районе деревни Боброво. Запах канализации в точке сброса присутствует. И при этом мы узнали, что сама эта эксплуатирующая организация не ведет контроль непосредственно в точке сброса в реку. То есть в той точке, которая у них проектная, которая должна бы по сути быть согласована с природоохранными органами. На что должно быть получено такой документ, как решение на водопользование. Представители эксплуатирующей организации утверждают, что контролируют состав воды на выходе из очистных сооружений. Но по закону они должны это делать именно в точке сброса в реку, а также выше и ниже по течению. Территориальное управление Росрыболовства уже отобрало пробы воды и погибшей рыбы. На этой неделе свою проверку проведет и Росприроднадзор. Именно в его ведении находится река Гвоздянка. Будет рассчитан размер ущерба, нанесенный водному объекту и биологическим ресурсам. И установлен нарушитель. Сейчас ведется административное расследование ведомствами, по результатам которого будет установлен нарушитель. И этот размер ущерба будет вменен ему. Сейчас очистные сооружения, обслуживающие жилые комплексы. Бутово-парк-2, Восточное Бутово, Государев-дом, Суханово-парк и Видный берег. Работают в штатном режиме. Правда, на пределе своих возможностей. В любом случае, еще предстоит выяснить, что послужило причиной сброса нечистот в реку, чтобы предотвратить такие случаи в дальнейшем. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.